В данном материале хотим обратить внимание на алтайский филиал общественной организации «Добровольцы», которая была создана в 2014 году. Одним из ее основных направлений деятельности является патриотическая работа с молодежью, а если быть точнее, привлечение молодежи в ряды боевиков. Параллельно с этим организация ведет утешительную работу с семьями убитых и вернувшимися коллегами с войны на Донбассе «Добровольцев». Представительным совета организации является Александр Илютенко из Новосибирска с позывным «Палестинец». Одно из последних мероприятий организации проходило 26 сентября 2015 года в селе Озерки Алтайского края, где состоялась презентация мемориальной доски в честь местного жителя Ивана Королькова, убитого 28 января 2015 года в районе Дебальцево. Инициаторами открытия доски стали региональная Барнаульская организация ветеранов Афганистана и других локальных войск, алтайские добровольцы Новороссии, профсоюз «Солидарность» имени Столыпина и его представитель Андрей Маевич. Это и не единственный барнаульский добровольц, направленный Маевичем и его буратами из ГУРУ на верную гибель в Украину. Как минимум еще семь местных жителей вернулись на родину грузом 200. Константин Русаков, 1957 года рождения, бывший депутат Алтайского краевого законодательного собрания, преподаватель Алтайского государственного университета, кандидат исторических наук, служил в подразделении «Лавина». Александр Боровинский, 1980 года рождения, ветеран боевых действий в Чечне, работал в акционерном обществе «Российские железные дороги», служил в подразделении «Лавина». Сергей Кертель, 1976 года рождения, ветеран боевых действий в Чечне, ранее служил в батальоне «Тигр» ГУВД Алтайского края, подзывной директор, служил в подразделении «Восток», подзывной «Черчилл». Василий Ткачев, 1968 года, носил позывной «Алтай», служил в ополчении казаков. Александр Усов, 1992 года рождения, служил в интернациональной бригаде. Денис Сухарев, 1978 года рождения, ветеран боевых действий в Чечне, носил позывной «Сухарь», служил в подразделении «Суть времени», батальон «Восток». Под руководством того же Маевича в июле 2015 в Барнауле прошло награждение 35 военных преступников из Алтайского края, боевавших на востоке Украины, которым вручили номерные медальки защитнику Новороссии. Команда «Информ Напалм» идентифицировала ряд барнаульских добровольцев, а также постаралась проследить схему, по которой они попадают в незаконные вооруженные формирования. В частности, в результате изучения анализа имеющей информации выявлены. Анар Байрамов, 1993 года рождения, место жительства в Барнаул и записи по военной службе следуют. 11.2012 года, воинская часть 88-612, азерийская учебка, Колумна, Московская область. 13.2014, войсковая часть 22-316, 32-я отдельная мотострелковая бригада, Новосибирская область, город Шилово. Данное соединение неоднократно фиксировал в контексте оккупации Крыма и войны на Донбассе. 14.15, 10-я бригада спецназначения ГРУ ГШ, воинская часть 51-532, Краснодарский край, город Горячий Ключ. Данная бригада также была замечена в Украине. У Байрамова любопытная военная биография, но в альбомах профилей практически отсутствуют фотографии, отражающие период его военной службы в учебке и в 32-й бригаде, разве что фотография со служивцами, датированная августом 2014 года, со свежевыданными медалями за возвращение Крыма в соцсети «Одноклассники». Кажется, что Байрамов лукавит касательно записи по службе 10-й бригаде спецназа ГРУ, но в его профиле «Одноклассников» среди октябрьских фотографий 2014 года есть несколько любопытных, где в палатке с Айнаром позируют несколько молодых людей в форме горка и тельняшка, которые обычно носят российские десантники или спецназовцы. Следует отметить, что фото из этой же серии встречаются и другого алтайского преступника Кирилла Гейса. Именно эта фотография проливает свет на многое, в том числе и объясняет в уж упомянутую запись о принадлежности Байрамова 10-й бригады спецназа. Среди других фотографий Байрамова встречается ряд слайдов с Алтая с товарищами по Донбассу, а также кадры награждения в уж упомянутой медали защитнику Новороссии. Кирилл Гейст, 90-го года рождения, родом из города Заринск, Алтайского края, место жительства в Барнаул. Записи, как и фотографии по военной службе в Квофеле Гейста, отсутствуют. Предположительно преднамеренно скрыты, но есть исключение. Фотография, загруженная 30 октября 2014 года, на которой вместе с ним позируют несколько молодых людей в тельняшках, в том числе наш первый фигурант Байрамов. Примечательны и другие отметки, связанные с данной фотографией. Это комментарий наставника Андрея Маевича. Не вижу Димана. Видимо, плов готовил в это время. И, конечно же, Геотек. Горячий ключ. Напоминаем, что в ответности населенного бунта «Горячий ключ» Молькина Ростовской области дислоцируется 10-я отдельная бригада специального назначения Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации. Там же развернуто несколько полевых лагерей, полигонов и стрельбищ. В том числе в районе населенного бунта «Псекупс» расположен тренировочный лагерь, который Российское военное командование использует для подготовки добровольцев, впоследствии перебрасываемых на Донбасс. Среди других его фотографий есть и от слайдов с товарищами по Донбассу с совместных мероприятий, в том числе фигурантом номер один Байрамовым, а также Иваном Пахомовым и Давидом Батилашвили, а также наставником Андреем Маевичем. Иван Пахомов, 90-й год рождения, место жительства в Барнаул. В этом году записи, как и фотографии по военной службе, профили немногочисленны. Предположительно в 13-14 годах служил ВДВ. Но в отличие от других товарищей по Донбассу, Иван не побоялся загрузить фотографии, снятые в зоны боевых действий на востоке Украины, часть из которых размещена его на страничке в соцсети «Одногласники». В том числе фотография Пахомова вместе с российским пропагандистом телеканала «Россия», автором телерепортажей и серии «Специальный корреспондент» Александром Узулатце. В апреле 2015 года на телеканале «Россия» демонстрировался пропагандистский фильм «Бузаладзе. Клещи» относительно ситуации на новоазовском направлении и в Широкино. Сохранить Широкино под контролем – принципиальная задача ополченцев. Судя по фотографиям Пахомова, датам их загрузки, комментариям и диатегам к ним, в октябре-14 мая 2015 года он находился в районе Широкино. Среди его других фотографий присутствуют также фото с фигурантами настоящего расследования в Басилашвиле и Байрамову. Примечательно также фотографии с летних сборов 15-го, судя по всему, проходивших на Алтае, согласно которым добровольцев на стрельбище натаскивают кадровые российские военные. Ну а Пахомов позирует с новейшей снайперской винтовкой СВД-С. Давид Басилашвили, 93-го года рождения, место жительства – Барнаул. Болерун и неудачник Басилашвили, несостоявшийся ЦИЦ Корицы, подался в боевики. Он не раз мелькает на видео и фотографиях других фигурантах. Все вышеперечисленные фигуры объединяет общее. Все они ранее проходили срочную службу в вооруженных силах Российской Федерации, соответственно, имеют военные навыки и опыт. Являются членами барнаульского филиала организации «Добровольцы», откуда и были завербованы боевики. Проходили преддонбасскую командировку на базе 10-й бригады спецназа ГРУ. Примерно в одно и то же время находились в зоне боевых действий на востоке Украины. И являются добровольческим резервом российских спецслужб. Редактор субтитров А.Семкин